Приветствую вас, начнём мы с вами не совсем по порядку, не совсем с начала, не совсем, так сказать, с хронологии, в которой вы излагаете свою проблему, начнём мы немножечко с другого. Вы пишите о том, что вы, значит, пробовали много разных способов. Ну всё. Пробовал обязательно письма по Гре. Ходил в церковь, выговаривал, анализировал ситуацию, искал о недостатке. Пробовал встречаться с другими молодыми людьми, но осталось. В общем, за два месяца особо ничего не изменилось, всё равно скучаю. Значит, пробовать писать письма по Гре. Это, конечно, хорошо. Техника писем вообще хорошая вещь, популярная. Но, как бы оказывается практика, любая популярная вещь, она слишком, скажем так, замыливается. То есть, эта техника есть на работу в определённых условиях, с определёнными людьми. Я бы даже сказал, на определённом этапе работы. То есть, как домашнее задание, да, вот как домашнее задание можно использовать. Безусловно. Но вы обратите внимание, да, только вдумайтесь в это. Как домашнее задание. То есть, это именно что, домашнее задание. Это не может быть чем-то большим. Домашнее задание. Домашнее задание. Которое может быть дано, ну, может быть дано, вот в виде, ну, допустим, техники нео... э... техники отправки писем по Гре. Это может быть идеальный вариант. Для вас. Но ещё раз. Ещё раз. Только в качестве домашнего задания. Вот. Ни больше, ни меньше. Ну, важно, конечно, ещё и то, насколько вы вовлечены в процесс. То есть, насколько чувственно вы отдаёте себя этому процессу. Вот. Насколько вы соответствуете, э... наше... тем, скажем так, э... рекомендациям, которые даны. В этой технике. В этой технике. Дальше. Э... наше... ходила в церковь. Вот тоже интересный момент. Э... понимаете, эм... в церковь ходить можно и вообще говоря, я бы сказал, что даже нужно, особенно если человек вы, например, верующий. То есть можно и нужно ходить в церковь. Но если вы человек не верующий, например, по той или иной причине. Если вы не изучаете, э... писание, э... ну, писание, э... той веры, э... значит, э... Слова священника, ну, да, они хорошие, да, они... э... они замечательные, но они не... э... э... не дают вам, скорее всего, э... сколько-нибудь адекватного, э... какого-то вот э... э... понимания того, что происходит, потому что это вам, например, чуждо. Знаете, какая-то... история. То есть... э... вы пришли к священнику, да, вы, там, грубо говоря, выговорят. Но этого мало. То есть за один раз, э... ничего, скорее всего, не будет. Нужно... не... несколько раз приходить. Нужно определенную... э... ну, определенную серию раз приходить. К... к тому же священнику. И тогда что-то, возможно, э... будет меняться. Причем, нужно, там, молиться, э... саму, и... Вот. Возможно, э... там, ходить на, э... какие-то, э... церковные собрания, и прочее, 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 прочее. Вот. То есть, э... 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 это вот так... работает. Во... ну, вообще, вообще говоря. Это работает так. Это не работает по-другому. Эм... к сожалению. Понимаете? То есть, именно, вот, если говорить о... э... церкви, да, о священнике, то выговориться вам будет мало. Да, если только вы не являетесь, а... сверх внучаемым человеком, да, вот, сами по себе. Что... ну, вам это мало, мало что даст. Дальше. Вы пишите, что... анализировала ситуацию. Вроде бы, неплохо. Вот это, вот, это реально неплохо. Это здорово, что вы анализировали ситуацию. Ну, вот, я так считаю, что это прямо здорово. Вот. Что вы... ситуацию анализировали. Ну, опять же. Опять же. Да, опять же. Если вы... не делаете для себя выводов... каких-то... То есть, если вы, вот, анализируя, не принимаете каких-то решений, не говорите себе, а как бы, что... А, ну, да, вот, я сделал что-то не так, да. Вот здесь я поступил неправильно, да. Тут я чего-то хотела, да. Тут я чего-то желала. А, тут, тут, например, мне было, там, что-то нужно, да. Вот тут я чего-то хотела, а, как бы, ну, поступила, вот так, и в итоге получил блок. Вот. Понимаете? То есть, если ваш анализ не ограничен, точнее, ограничен только анализом, то это ничего не даст. Нужны выводы. Так называемые орг-выводы, да, то есть, организаторские выводы, которые, ну, предполагают какое-то изменение в поведении. Вот. Без этого анализа, ну, просто анализ, просто действие, и всё. То есть, без выработки каких-то решений. Вот. Ну, вот, допустим, допустим, да, вы пришли к какому-то выводу в своём решении. Супер, что пришли к выводу. Отлично. Теперь надо что-то делать, надо что-то менять, надо, чтобы ваше поведение, чтобы оно отражало, скажем так, те выводы, которые вы сделали. Вот. А иначе, смысл какой в том, что вы анализировали. А дальше вы пишете, искал недостатки. Ну, опять же, да, недостатки, это, это хорошо, но это что по сути своей? Недостатки по сути своей, это попытка обесценить человека. Это как, так же, как и влюблённость, да, это, в общем-то, искажение реальности, по большому счёту. Опять же, обесценивание, обесценивание нужно. Порой, порой, обесценивание полезно. Но ещё раз, это не может использоваться, вот, в качестве какого-то, ну, самостоятельного, да, действия. Это может быть, это может быть, это может использоваться, точнее, в качестве одной из техник, опять же, в качестве промежуточной техники. В качестве одного из способов, в качестве домашнего задания. Но не в качестве чего-то целенаправленного, потому что это всё вспомогательные аспекты. Они не дотрагиваются с того, что с вами реально происходит, а реально с вами происходит то, что вы не можете отпустить человека. Вот. И реально не можете вы отпустить человека по причине либо страха какого-то, либо, либо это ваша потребность. То есть, у вас есть определенные потребности, которые вы, свои мужчины, удовлетворяете. Мужчины больше нет рядом с вами, потребностей, соответственно, вы удовлетворить не можете. Так же, всё, поезд ушёл. Понимаете? Поэтому, поэтому, в первую очередь, вот, в первую очередь, что нужно вам сделать. Это найти. Дождь вас удерживает молодым человеком. То есть, грубо говоря, найти причину скуки. Вот. Из-за чего вы скучаете? Почему конкретно вы скучаете? Чего вам не хватает? Именно, вот, в мужчине. Из чего нет вас. Ведь совершенно очевидно, что то, почему вы скучаете, вы ищете в нём. Я полагаю, что это очевидно, опять же. Вот. Если вы чего-то боитесь, хорошо, можно посмотреть, чего именно вы боитесь. Если вы чего-то хотите, супер, можно посмотреть, чего именно вы хотите. Понимаете? И вот так постепенно исследовать. Исследовать то, что происходит, и уже смотреть, что с этим можно делать дальше. Что с этим можно делать дальше. Понимаете? Вот, по сути, так это работает. Не иначе. Никак по-другому. По-другому никак. Вот. Теперь, теперь. Дальше. Вы пишите. Как отпустить молодого человека из своей жизни? Конечно. Определитесь, чем он вас держит. Встречались недолго. Около 8-3 месяцев. Молодой человек почти сразу после развода. Ну, смотрите. Вы изначально пошли на несерьёзные отношения. Сразу. То есть, вряд ли вы могли рассчитывать на то, что мужчина будет, ну, реально с вами в отношениях, потому что, ну, в развод, как бы, тут, в общем, всё понятно, что по разводу ему нужна была поддержка, да, он, соответственно, эту поддержку нашёл вас и, в общем, в общем-то, ну, как бы, напитавшись вашей поддержкой, да, он решил, что всё, как бы, хватит, пора теперь как бы идти дальше. Вот это вы просто послушали его, ему такой, подушка безопасности. Вот. Вопрос заключается в чём, вы либо, эм, такая наивная, что пошли на эти отношения. Вот. Ну, слепо веря, считая, что мужчина будет с вами, например, после развода, когда он, когда он, по сути, активно ищет замену. Или вы пошли, потому что вам чего-то хотелось, вам было что-то нужное. То есть тут вот непонятно. Но то, что нужно выяснить, почему вы согласились на такие отношения, это одно значение. То есть, ну, ну, понравился вам молодой человек, допустим. Вот. Вот, ну, допустим. Ну, хорошо. Ну, пусть пройдёт время. Да, пусть пройдёт время. Ну, какое-то количество времени. Чтобы он, значит, пришёл в себя. Чтобы он начал воспринимать, эм, как-то вот вас адекватно. Женщин вокруг себя, людей вокруг себя, да? Вот. По сути, что сделать надо было? Вы этого не сделали. Я вас не обвиняю. Я хочу, я хочу, чтобы вы увидели, почему. Почему мы так поступили. Вот. Чего вы хотели. И можешь и хотите даже до сих пор. Боитесь ли вы остаться одна? Вот. Нужна ли вам любовь, поддержка, тепло? Эти отношения дали вам почувствовать себя как-то кем-то, и так далее? Что именно? Что было? Что случилось? Случилось. Это то, что нужно исследовать. Знаете? Потому что только так, только через исследование, через разбор того, что произошло, или произошло, или происходило с вами, мощно будет определить, в какую сторону вам двигаться в своей работе. То есть в чем причина того, что произошло? Это работает именно так. И, к сожалению, не работает по-другому. Вот то, что вам можно сказать. Дальше. Сказал, что не готов к определенным отношениям. Это правда. События не получаются. Потому что родник импринтинг. Это такое явление, когда человек сталкивается с определенной ситуацией в своей жизни. Например, с человеком. Например. Например, с человеком. Будто это будет человек. И человек сразу же вызывает у него определенные чувства. Вот сразу же. Определенные чувства вызывает у него человек. И, субъект, такого явления, такого события, субъект, ну, по сути, ведет себя так, ведет себя так, как, если бы это вот явление импринтинга было бы настоящим. То есть принимая желаемое, грубо говоря, за действительное. Вот. Ну, совершенно очевидно, понятно, что его представления далеки от реальности. К сожалению. Вот. И все. По сути. По сути. По сути. Человек ведется тем, чего нет. Чувства реальные, желания реальные, а вот объект нереальный. А далее происходит обман. Таким образом, я могу рекомендовать работать с чувствами, вот, и анализ, соответственно, вашего женского и вашего женского поведения. Тут вот, ну, как бы тебя раскрывали, как же жена. Если там все в порядке, если корректирование женского поведения не нужно, то тогда проблема лежит где-то глубже. Вот. Попредночные сферы в гармоничности и удовлетворенности личного обстановления, вот, и так далее. Это нужно исследовать. Вот, в принципе, и все. Два слова хотел бы сказать. Про контакт. Ну, то есть вот, ну, непосредственно про контакт. Опять же, да. Контакт. Контакт. Иногда. Приветствуется. То есть контакт хорошо, это замечательно, это здорово. Про контакт. По-по-пот-по. Такому ему не нужно или нет? Про это не нужно. Про это не надо. Кому есть чувства? Про это не нужно. Принятую. Про это не нужно. Направлено. Попределе, помните? По-пределе. Про это не нужно. Подписывайся на её, как бы вам. Сейчас вы к этому не готовы. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Небольшой такой постскрипт. Отдельная тема для разговора заслуживает форма ваших чувств к молодому человеку. То есть какие это чувства вообще? Ну вот у вас есть к нему чувства. Какие они, как они проявляют себя, эти чувства? Как вы их проявляете, эти чувства свои? То есть любовь это что, если это любовь, влюблённость это что, если это влюблённость, страсть это что, если это страсть. То есть где направленность на человека в ваших чувствах, то есть желание делать что-то для другого, меняется, надо определенно сделать что-то для себя. Именно поэтому вы не можете его отпустить, именно поэтому вы скучаете. Пойдёмте об этом. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok